Под определение «Вандал» попадают не только люди, оскверняющие памятники или иные достопримечательности, но и те, кто умышленно портит непринадлежащее ему имущество. И детская спортивная игровая площадка на Московской как раз одно из таких мест. Она регулярно подвергается нападкам и со стороны подростков, и со стороны маргиналов. Находясь в спальном районе старой постройки, она совсем не защищена от деструктивных действий подобных лиц. Поэтому недоломанные тренажеры, качели и турники, расписанные непонятными каракулями, лишь повод вернуться и доделать начатое. Так и происходит. Затрачены были колоссальные деньги на это все дело. Но, соответственно, через год эксплуатации мы приходим и видим, что творится на этих площадках. Сломанные качели, вырванное оборудование. Так что, ну, назревает вопрос, даже не знаю, что люди к данному имуществу относятся к не как к своему, а как будто данное кто-то им это должен был поставить. Я думаю, надо уже в ближайшее время какой-то менять подход именно, чтобы жильцы, наверное, участвовали в финансировании. Когда они будут участвовать, будут видеть, что они тратят на это деньги, будет совсем другое отношение к этому же имуществу. И, соответственно, нам, как говорится, будет только поддерживать в надлежащем состоянии это имущество. Валерий Жихович, директор фирмы «Стэшан», занимается устранением неисправностей или, проще говоря, разрушений, которые наносят вандалы. Специально для нашего канала он провел мини-экскурсию, во время которой показал последствия действий малолетних разрушителей. Мы занимаемся ремонтом вот этого оборудования и за редким исключением, за редким исключением, когда приезжаем во двор, обязательно выходят 2-3 бабушки, которые начинают нам рассказывать, как тут ночью ломали, как тут пьяницы, как тут этот, на вопрос, чего вы не позвонили в милицию. Все, бабушки исчезают. Значит, что ломают? У меня лыси, лыси над дыбом встают. Как можно вот такое сломать? Как можно сломать вот это? Моя инженерная слова не понимает, как. Дайте посмотрю. Как можно вот это сломать? Это я знаю, как они ломали. Это вдвоем или втроем встали и сломали там ось. Вот это, вероятнее всего, ударили вот так. Потому что тут стоит стопор, стопорное кольцо. Сломано. Еще раз ударил, ребенок выскочит. Как можно заполнить? Ну, чуть больше, чем полгода. Это стоит этот комплекс. Угробит такой комплекс, ворогостойчивый комплекс. Смотрите дальше. Здесь нету, здесь нету. Здесь даже скобу сперли. Здесь даже скобу сперли. Там на одном болту держится. Ребенок же лазит. Ребенок. Рано или поздно, это... О, вот, вот. Вот она сейчас уже может свалиться. Вот это дитё сейчас хочется сказать родителям. Хочется сказать родителям, что родители, уже ладно, заряжите тут веревку или ленту, чтобы дети не лазили. Особенно иронично то, что на помощь коммунальникам приходят маленькие дети, которые моют и следят за чистотой спортивной игровой площадки. А взрослые, которые, казалось бы, должны подавать пример подрастающему поколению, наоборот, показывают, как лучше нанести увечья спортивному инвентарю. Мы приходили, выносили тряпки, духи свои и мыли всю площадку. Когда? В прошлом году. Там всё было чистенько, всё красиво, поднято. Приходили старшеклассники какие-то, банки целые. Они начали свои краски выносить и рисовать граффити. И мы говорили то, что перестаньте это делать. Они говорили, что это круто, как бы. Мы их отгоняли. И так это всё ломали они, выдирали доски. Выход из этой ситуации есть. Обязать жильцов близлежащих домов ежемесячно платить за содержание площадки из своего кармана. Ведь это их дети здесь обитают. Их дети здесь играют. Их дети всё это разрушают. А за всё надо платить в нашей жизни. А как по-другому? Если те, кто может воспрепятствовать маргиналам, просто закрывают глаза на их действия. Не надо искать, изобретать велосипед. Подъедете в ТСЖ, там люди платят за... Они знают, что если сломают, они будут платить своими деньгами. Я бы уже давно ввёл такой же коммунальные платежи, какой-то платёж на детское оборудование. Мы ещё по старинке привыкли, что как 20 лет назад там варили эту цепь, не цепь, а трубу, повесили сиденье. И его обслуживать ничего не надо. Сейчас же посмотрите, очень тонкое, очень деликатное оборудование. Его надо обслуживать. Надо создать какую-то службу или хотя бы, ну, человека два таких технически грамотных, которые могли приехать, посмотреть, что тут и быстренько исправить. Здесь участие должно быть всех, а не только коммунальных служб, что коммунальные службы должны. Здесь должны все мы участвовать в этом. Это наше общее имущество, которое для нас делают те же спонсоры. Они тратят средства на это. Мы должны смотреть всеми. Это же не для нас оно сделано, это для жильцов сделано. Для сравнения мы подъехали на аналогичную детскую площадку среди новых домов по улице Мытной. Ее установили в одно время со спортивным игровым городком на Московской. Она практически целая и нетронутая. Неужели проблема исключительно в месте расположения? А может быть в нашем безразличии? В подходе к жизни, обозначенном простыми словами. Моя хата с краю? Ничего не знаю. Вопрос остается открытым.